Рад снова всех видеть на канале Электроайт, с вами его несменный ведущий Иван Кабанков. Ну и второе число января я опять ввязался в какую-то интересную жопу. Ну да, вот такой вот я. В этом пакетике за 300 рублей лежит магнитола, а также штук 50 кассет. Я это сейчас доставать всё не буду, надо ехать домой. О, блин, автобус. Короче, приеду домой, посмотрим, что там в этом пакете. Ой, что-то лоханулся, а это оказался не тот автобус. Ну, значит, могу показать немножечко, что тут есть. В отдельном пакете лежат кассеты. Вот, например, сверху ТДК-шка лежит какая-то 60-минутная. Таких у меня, кстати, нету. Но в отдельном пакетике лежит магнитола, а в отдельном чехле, внимание, в отдельном чехольчике лежит панель от неё. Открывать пока не буду, чтобы было интереснее. Но приедем домой. Она у меня постоит немножечко в тепле. Магнитола лжи, кстати. В общем, постоит она немного в тепле. И попробуем её запустить, включить и посмотреть, что мы получили за 300 рублей. Ну и кассеты мы тоже посмотрим. Думаю, достаточно выгодная сделка. Она продавалась у него за 500, но она была с динамиками. А динамики у него купили. Пока я её собирался купить, больше месяца, наверное. Ну, в общем, осталось только магнитола. Договорился с ним на 300 рублей. И, короче, вот, кассеты и магнитола за 300. Ладно, буду ждать автобуса. Приедем домой и посмотрим, что там нам досталось. Это хлам или действительно что-то интересное. Ну, вот как-то так вот выглядит сам пакет. Это не реклама, просто пакет такой был. Ну и давайте посмотрим, что у нас в нём находится. Во-первых, это сами кассеты. Такой вот пакет, сборка. Вижу, кстати, тут похожие МК советские. Вроде даже есть ещё и какие-то хорошие, качественные там, японские, американские. Короче, сейчас посмотрим. Ну и сама магнитола лежит в отдельном пакетике. Вот. Так, давайте смотреть. Открываем сам пакет. И вот она, стереофоническая автомагнитола лжи. Сзади контакты. Пока отцепим, чтобы не мешало. Вот так вот она выглядит. Какие-то красные следы чего-то непонятного. Не знаю, видите вы или нет. Вот здесь вот видно какие-то странные следы. Возможно, это так и должно быть. Так, внутри кассетник сам. Он, по идее, с автореверсом. В обе стороны должен работать. Пока по виду сказать ничего не могу. Разве что вижу один из, получается, подкассетников. В общем, магнитол откладываем. И что у нас тут ещё в пакете осталось? Это всякие провода. Вот сама колодка питания. Здесь, по идее, должны быть. И те самые 12 вольт, которые надо на неё подать. Мы её ещё будем сегодня включать, надеюсь. Также, что у нас в комплекте? Антенна автомобильная. Вроде бы целая. Так, правда здесь какие-то провода обрезаны. Не понимаю от чего. Давайте раскрутим её. Посмотрим, что тут. Какой-то узел странный. Так. О. Ага, это, возможно, значит просто какая-то противовес. Возможно, это просто... Так, сама антенна вот так вот выглядит. Блок такой вот, получается, с радиодом. Возможно, у неё питание должно идти какое-то. Также здесь на куске текстолида, получается, дорожки нарисованы. Точнее, не нарисованы. Это просто дорожки. Какая-то сама антенна. Так. Идёт провод. Оканчивается вот таким вот наконечником. Ну и также здесь видно какой-то провод непонятный. Так, возможно, самой... Нет, на самой антенне ничего не написано. Возможно, этот провод нужен для питания, но надо разбираться. Потому что, возможно, это антенна с усилителем. Раз она с усилителем, то ей нужно какое-то внешнее питание. Ну и вот эта вот сама загадочная коробочка, которую я вам тоже показывал. Это сама панель от магнитолы. Вот она. Красивая коробка. Хорошо, что она сохранилась. И вот сама панель вот так вот выглядит. Можно, кстати, её посмотреть. Она запотела чуть-чуть, потому что с мороза. Перед тем, как её включать, надо будет подождать, пока она отморозится слегка. Но можно посмотреть на само состояние. В принципе, каких-то сколов трещины я не вижу. Видны потертости на пластике из-за того, что её использовали около кнопок. Вот видны, например, потертости. На вот этих вот кнопках тоже видно то, что на них нажимали много. Но сама она вроде бы достаточно хорошо сохранилась. Без каких-то трещин, прогаров. Но я не знаю, что тут ещё может быть. И давайте постараемся её поставить на саму магнитолу. Пока крышку закрываем, убираем её в сторону. Так, берём саму магнитолу. Вставляем её, по идее, вот этим вот краем вот так. И защелкиваем вот этот вот язычок. Ну-ка. О, защелкнулась. А чтобы её снять, нажимаем кнопку и всё. Она снимается. Так, можно ради эксперимента взять какую-нибудь кассету. Попробовать просто вставить. Хотя ничего не произойдёт, потому что питания на ней нет. Но можно... О, ничего себе, какая кассета. Похоже, она хранилась в не очень хороших условиях. Но она в гараже лежала, так что вот видите, что с плёнкой стало. Да, такая, конечно, техник сам не откалибруется. Ну и, в принципе, она вставляется. И даже вытаскивается. Вот, смотрите, она вставилась. Правда, она должна... О, всё. Теперь она, по идее, опустилась сюда. И нажимаем на кнопку извлечения. Она извлеклась. Так, мы это делали под углом. И мне было не очень удобно. Ещё раз. Ну, по идее, работает. Хотя, возможно, раньше она работала лучше. Но, тем не менее, функция вроде бы работает. Что по самой магнитоле? Здесь у нас, в принципе, кнопка включения. Mute, скорее всего, отвечает за переключение режима. Хотя, возможно, режим кассетника включается, когда кассета сама вставляется. Кнопка извлечения кассеты. Две кнопки перемотки. Здесь перемотка не автоматическая за счёт магнита. Точнее, не автоматическая перемотка, не то сказал. Точнее, механическая и, получается, реализованная за счёт магнита. Здесь она механическая. По идее, там педальный механизм есть. Но, вроде бы, ничего не заклинило. Кнопки нажимаются. Band, отвечающий, скорее всего, за диапазон. Тут, наверное, FM и средние волны. Я так думаю. Так, это кнопка извлечения панели. Я уже показывал. Здесь, получается, DN и UP. DN это DOWN, наверное. Вниз, UP, вверх. Вот это вот не знаю, за что отвечает. Также, кстати, эта кнопка нажимается ещё посередине. Надо будет разбираться. Так, TUN это, возможно, поиск. Какая-то кнопка ещё сверху, не подписанная. Не знаю, что это. АС, ПС, не знаю, что это такое. Клок. Возможно, на этой магнитоле стоит какая-то блокировка. Потому что на таких магнитолах, бывает, пароли стоят. И если тут будут стоять пароли, то нужно будет либо у мужика. Мужику позвонить, спросить. Либо можно на форумах посмотреть. Я читал про эту магнитолу, то, что там может стоять пароль. В общем, надеюсь, что пароль мы найдём. Касаемо тут характеристики указаны. Четыре канала по 35 Вт. Что, кстати, достаточно классно. Ну, а как и думал, здесь FM. То есть, УКВ. То есть, даже, кстати, УКВ именно есть светский диапазон. И современный УКВ диапазон есть. И средние волны тоже есть. Коротких волны, длинных тут нет. Непонятно, произведена она в Китае или нет. В общем, пока что, наверное, это всё, что я могу про неё сказать. Нужно подождать немного, пока она оттает. И уже тогда попытаемся её включить. А сейчас предлагаю посмотреть, что нам за кассеты достались. Ну, вместе с этой магнитолой. Хорошо, пока сама магнитола отходит с мороза. Чтобы ничего там случайного из-за перепада температуры не коротнуло. Предлагаю посмотреть кассеты. Они завязаны, но давайте мы варварски прорвём отверткой этот старый. Итак, дырявый пакет. Так, главное, чтобы сейчас всё это не полетело на меня. Ну и давайте разбирать сверху. Куча, блин, коника. Правда, здесь коники нет. Это просто упаковка от неё. А сама кассета какая-то штамповка. 98-го года, кстати. Интересно будет посмотреть. Так, это у нас что? Какая-то, не знаю, что это за группа. Честно, мне не знакомая. Так, скутер. Это что-то, по-моему, то ли английская, то ли американская группа. Встречал такие кассеты. О, смотрите, кстати, вот эта вот штамповка поинтереснее. Потому что, возможно, вот эта вот Раксовская лента. У меня есть, получается, кассета Ларисы Черняковой, по-моему, вот, с подобной лентой. И там было написано то, что она фирмы Ракс. Правда, здесь об этом нигде не написано. Но, возможно, это так. Хорошо. Что у нас дальше идёт? О, а вот эта вот уже поинтереснее. Аква какая-то древняя. Не хром, правда. Но, тем не менее, вот эта вот уже поинтереснее, чем к штамповке. Она, правда, видимо, отсревшая. Потому что видно то, что вспущилась наклейка. Ну, смотрите, в принципе, в принципе, да, лента чуть-чуть уже начала деформироваться. И хотя, возможно, кстати, она ещё нормальная. Отложу её сразу в сторону, потому что интересный экземпляр. Даже лучше вот так вот отложу, чтобы она проветривалась. И посмотрим, что у нас дальше. Так, коллекция популярной музыки. Штамповка без упаковки, тем более. Так, о, вот это уже аргумент поинтереснее. Sony Super F. Вроде бы нормальная кассета. Лента вроде бы тоже не помятая. Так, отправим её тоже прослушиваться. Так, далее у нас идёт ещё одна штамповочка. Кстати, напечатана золотым таким, не знаю, что это такое. Чернила, наверное, какие-то. Или краска, но интересно. О, 99-й год. Тоже штамповка старая. Так, это у нас что такое? Ага. Это тоже какая-то кассета. Штамповка. Развалилась даже. Всё, кстати, покрывается инием, потому что они были где-то, ну, как бы, на холоде. И сейчас они оттаивают. Тоже штамповка с такой вот золотой печатью. Не знаю, говорит ли это что-то о качестве. Просто интересный факт. И вот это вот, наверное, либо МК-шки, либо... Ну, это МК-шки, скорее всего. Вот, чего производство, не знаю. О, зимопские. Так, железо. То есть, первый тип феррун. Самая обычная кассета. 88-го года. Ну, с элементами ленты укладки. Хм, кстати, значит ли то, что там есть вот такие вот, как бы, устройства для того, чтобы ленту... Надо будет, кстати, потом её открыть, посмотреть. Это интересно. Кассету, пожалуй, оставлю, потому что тоже действительно что-то интересное. Так, ещё одна МК-шка по-видимому. Не знаю, это фирма, правда. Так, ага, это 60-минутная. Кстати, это тоже на 60 минут была. Это тоже железная обычная кассета феррун. Ну, ничего интересного. Так, о. Это, о, кстати, коника. Что, ну, что хорошо. По-моему, в оригинальной тоже, как бы, упаковке от самой же себя. Так, что по ленте. Лента, вроде бы, нет, а тоже не повреждённая. Хотя, кстати, вот тут вот видно то, что, видимо, некоторые участки немножечко деформировались. Но, тем не менее, она вроде бы не повреждённая. Тоже интересная кассета. Ставлю проветриваться. Так, ещё какая-то штамповка. Так, високосный год. Ничего интересного. Кассета упала, пока мы смотрели. Какая-то штамповка, опять же, правда, затёртая. Песец. Похоже, она в этой магнитолик гонялась постоянно. Так. О. Запись произведена на проектуре Hi-Fi. В кассете используется высококлассная лента. Правда, чья высококлассная лента не сказана. Можно подумать то, что высококлассная лента с вемой какой-нибудь из, опять же, советских МКшек. Да, смешная шутка. Так. Ещё одна штамповка. Так. Pink float. Возможно, МКш. О, нет. Смотрите. 79-й год. Сонька. Причём, кстати, по-моему, это какая-то старая Сонька. То есть, я не берусь утверждать то, что это конец 80-х, но она такая, достаточно не новая. Лента ещё интересная, кстати. Деформированная, к сожалению, в некоторых местах. Но, вроде бы, в остальном она нормальная. Также оставлю проверкиваться. Интересный экземпляр. Так, что у нас дальше? Коробка от МКшки. Так. Что это такое? Опа. Что? Ещё одна Сони. Интересно. Меня всё больше радует этот пакетик с кассетами, потому что в коробках от МКшках попадаются Сони вот такие вот. Тоже первый тип. Затёртая немножечко сама получается наклейка, потому что она влажная немножечко. Ну, ничего, мы дадим ей просушиться. Думаю, всё будет нормально. Интересно, конечно. Меня радуют эти кассеты, потому что здесь действительно за 300 рублей я, наверное, мог бы купить, в крайнем случае, эти кассеты, как раз ценные. Здесь я за эти деньги получил ещё и магнитолусом. Вот так. Николай Басков. Ничего интересного. Так. Штамповка. Валерий Меладзе. Ракс. Плёнка, возможно, но это нам не важно. Так. Что тут? Нанофазы. Группа какая-то тоже похожая иностранная. Я такой-нибудь не слышал. Так. Золотое кольцо. Вот это вот я, пожалуй, ставлю. Мне золотое кольцо нравится. Так. Pink Floyd. Уже видели такие кассеты, а тут... Ага. А тут МКшка. Ой, нифига себе, чё это вообще такое? Смотрите, это пыль, что ли, такая белая, странная. Надеюсь, не плесень. Ну, не знаю, на плесень вроде не похоже. Похоже на какую-то странную пыль белую. Опа-на. Опа-на. Смотрите. Хромооксид. Нифига себе. Это чё, советский хром, что ли? Не, конечно, о таком слышал и на ютубе видел, но... Мне такого пока не попадалось ни разу. Смотрите. Реально советский хром. Блин. Блин, мне реально этот пакет с кассетами нравится всё больше. Я, конечно, тут многое ожидал увидеть, но советского хрома я тут не думал, что он есть. Блин, это классно. Тоже кассета интересная. Оставлю себе в коллекцию обязательно. Правда, с какой-то она странной пыли. Я очень надеюсь, что это не плесень какая-то. Но, вроде бы, нормальная. Кстати, 73-й год. Плёнка, вроде бы, не деформированная сильно. Так что будет тоже интересно посмотреть, что там на ней. Блин. Произошёл небольшой перерыв. Сложно мне это говорить, но... Ко мне тупо приехал подписчик в гости. Да, звучит это странно, но... Просто чувак оказался из седнего города, приехал ко мне в гости. В общем, пришлось тут прервать съёмки видео. Ну, давайте дальше посмотрим, что там с кассетами. Так, это ещё одна штамповка. С ужасным качеством печати. Я смотрю, вот посмотрите, вот на это вот. Так, что дальше? Так, кассета какая-то. Ага, это, кстати, тоже похожа на штамповка, но советская. 73-го года. То есть, кассеты, которые... То есть, это, по сути, те же МКшки, но они выпускались уже с музыкой. Интересный экземпляр в коллекцию. Ох ты ж. Так, опа. Ракс. 90-минутная, кстати. Ну, плёнка такая, деформированная уже немного от времени, но вроде бы кассета самоцелая. Кстати, вкладыш почему так от Максвелла вообще? Маквелл. Чё это за странная плёнка? Хотя, кстати, я не очень помню, как там правильно, то ли Макс... Макселл. Правильно, Макселл. А здесь... А здесь Маквелл. Ага, похоже, упаковка вообще от поддельной кассеты какой-то. Ну-ка. Маквелл. Да. Похоже, это просто упаковка от какой-то кассеты подделки из 90-х. Так, что тут ещё осталось? Чаю вдвоём. Штамповка. Так, это у нас что? Кстати, возможно, сама кассета Раксовская. Несмотря на то, что штамповка... Похоже, взяли какую-то Раксовскую кассету и наклеили уже на неё потом эти картинки. Хотя, возможно, это не Ракс, но мне попадались такие штамповки, которые были Ракс. Так, ТТК-шка. Д-90 самая обычная. Пустая кассета. Мурата Насырова. Точнее, просто упаковка от неё. Опа, это что за экземпляр? Мастер. Не знаю, что это за мастер и что такое мастер. Какая-то кассета. Так, плёнка от времени немножечко, я вижу, деформирована. Опа. Похоже, этой кассете... А, нет. Я подумал, сама плёнка закисла, но нет, плёнка вроде бы не закисла. Просто она немножечко заполучается... Сама катушка к пластику самой кассеты, видимо, приклинилась. А так вроде плёнка не залипла. Так, информация какая-то. График. Так, Normal Type 1, то есть это не Chrome. Хорошо, убираем в сторону Так, что у нас ещё осталось Ещё штамповочка С немножечко эротичными Так сказать, барышнями Ну, в 90-е не на такой Зрачили Так, что тут ещё Штамповка тоже Хип-хоп 2000 год Союз Так, в десяточку Опять какая-то штамповка Кстати, возможно, на хорошей кассете записано Достаточно Посмотрите, не знаю, вам видно или нет Но кассета без бугроков вроде бы Это хорошо Тоже откладываем Так, что у нас там ещё осталось Штамповка XXXL Максимальный Так, опять штамповка Некачественная Так, это у нас что Ностальгия Так, кассета О, кстати Вот, попалась та штамповка Про которую я говорил Кассета Ракс Стерео Интересно Возможно, пригодится Так Нина Баба Нина А в коробке вообще От Сони дышит Ах, мэн В общем, не знаю, что за кассета Нина Что за Нина Я не знаю Вообще никогда таких не видел Но плёнка вроде бы целая Так, хорошо Осталась у нас какая-то Безымянная кассета А, нет Опа СКС Ну, это вот Это вот Вот это вот Мне нравится Хотел себе такую СКС В коллекцию просто Вот, похоже, это она и есть Так Посмотри Так Вот, надеюсь, плёнку не клянуло Будет вообще очень неприятно Если я тут Плёнку кляну Так Это 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 Что такое Секундочку Я вам просто покажу Так Её надо перемотать Потому что там узел Образовался Какой-то непонятный Ага Что-то её Клинит Слушайте А вот Что её клинит Я не понимаю Короче Надо её лучше вскрыть И посмотреть В чём там дело Потому что я так её Могу, наверное, сломать Ладно, отложим И что у нас там осталось Ещё кассета Штамповка Ничего интересного И последняя кассетка Осталась ДДК Pink Floyd Мы её уже видели 60-минутная ДДК Д60 О Только посмотрите на него Пришёл И царапает Когтями ковёр Ну Котик Чего ты хочешь? Подожди немножечко Сейчас я приду В общем Кассеты мы посмотрели В принципе Тут есть Ценные экземпляры Достаточно Которые я себе точно Оставлю Ну, наверное Всем уже интересно Наконец-то запустить Магнитолу Поэтому давайте Собственно Этим и начнём заниматься Так Магнитолу Подключил Использовал Вот такой вот Блок питания Зарядный На 1 ампер Красный 12 вольт Греется немного Но вроде бы Не перегревается Антенну повесил И тоже нужно Там питание Магнитолу Подключил Ну, в принципе То есть идёт Получается С зарядника питания Идёт на 2 соединённых Контакта К замку зажигания И получается Просто Уже Который от замка зажигания Должен идти Но у меня Так как нет Замка зажигания Я подключил Так Ну и Минус к чёрному Синий провод Идёт на антенну И подключу Пока один динамик В общем Ситуация такая В принципе Радио работает Надо правда Станцию найти Сейчас найду Что-нибудь Либо он Сам возможно Найдёт Грид Вот так Вот Таким вот Зелёным цветом Красивым Так Не понимаю Что он Типа Нашёл Что-то Или нет Ладно Сейчас попробую Лучше вручную Найти Будет Быстрее Так Надо хотя бы Домотать ДФМ диапазон А то Науковой Что-то Искать Это Будет Долго Так Чё там Так Вот тут Будем сейчас Станцию Искать Ко-нибудь Так Сейчас Что там Говорить О таких Кустяках Как Колода Карт В чужом Кармане В портере Или Исчезнувшие Дамские Платья И Ухарящий Берет И прочее В этом же Роде Говорящий Кот Тоже Сущий Взор В общем Что-то Радио Не очень Работает То есть Станции С помехой Принимаются Не знаю С чем Это связано Возможно С антенной Может быть Есть что-то Не так Возможно С самим Приемником Может быть Конденсатора Менять Надо Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Что-то Одна Всю рекламу Музыки Даже Эти не могу Тепленькая Но еще Вроде бы Нормальная Продолжение следует Вроде бы Работает Но с помехами Ну ладно С кассетником Закончили Точнее С радио Касаемо Кассетника Вот Не знаю Заработает ли он Сейчас Но У меня было То что Получается Он То работал То заклинивал Клинит Не хочет Кассету Принимать То есть Она получается Сюда Проходит Вниз К самим Получается К головке И не опускается Короче Не знаю Почему Скорее всего Просто Его клинит Ну Давайте тогда Что-ли Разбирать Его Посмотрим Что там Внутри Возможно Прямо сейчас Смогу Механизм Вывести Из клина Чтобы он Все-таки Забирал Кассету Ну и Надеюсь Что Получится Ее запустить Еще раз Потому что Я запускал В принципе Она нормально Работала Так что Сейчас разберу Посмотрим Что там Внутри Посидел В общем часик С этой магнитолы И здесь Проблема Заедания Была Вот в чем Здесь же Получается Реверс Тут два ролика Есть один Вон Там вот Находится Другой Вот он И он Почему-то Выпадал Из своего Паза Вроде бы Сейчас Его назад Вставил Кстати Здесь Головка Реверсная Но Она Например Головка Не двухсторонняя То есть Как Была На дешевых Китайских Реверсных Магнитолах Это Именно Что Переворотная Башка Что Интересно Достаточно То есть Как Как бы вам Показать То есть Здесь Получается Только Одна Головка Вон Она И она Реверсная По идее Сейчас Соберу Надеюсь Что Она Заработает Я Также Тут Посмазывал Кое-где Чуть Покапал Вазелинового Маска Чтобы Получше Двигалось Вот Давайте Попробуем Вставить О Вот Вставилось И Извлекаем Что Заедает Конечно Но Вот Все Вытащилось Надо Бо Сейчас Все-таки До конца Разобраться В чем Была Проблема И убедиться В том Что Не будет Больше Выпадать Вот Этот Ролик Я Не смогу Ее Постоянно Разбирать Чтобы Его Поправлять Так Вроде Бо Я его Собрал Попробуем Вставить Кассету Так Заедает Зараза Неужели Опять Ролик Слетел Ну-ка Ну да Опять Ролик Слетает Не понимаю Почему Он оттуда Слетает Короче Сейчас Попытаюсь Все-таки Его запустить Попробуем Еще раз Берем Кассету Вставляем О Вставилось Как вы Слушайте Играете Вполне Играет Вполне Не выдерживает Блок Витания Сто процентной Громкости Смотрите Бегает Не знаю Слышали Вам Он просто Не выдерживает Это сейчас Работает Как раз Проблемный Ролик Который Выпадает Ну Вроде бы Вытаскивается Ладно Попробуем Еще Ставить Что Получится А Все Не идет Похоже Он опять Вывалился Есть Короче Пока Идея Его Тупо Вытащить Вообще Чтобы Он Получается Не мешал Пока Что Потом Уже Разобраться В чем Дело Делать Надо Аккуратно Чтобы Не сломать Ничего Кроме Ролика Разве Что Так Застревает Зараза Короче Не понимаю Почему Он оттуда Выпадает Если Есть Действительно Предположение То пишите В общем Сейчас Я его Отсюда Вытащу И еще Раз проверю Итак Просидев Еще Наверное Ну Час Ну Может быть Меньше Может Больше Чего-то Времени Я не считал Я все-таки Разобрался Как Сделать Так Чтобы Этот Механизм Работал Полностью Нормально И Не Был Калекой С Получается Отсутствующим Одним Роликом Оказалось В том Что Просто Похоже Крепление Было Слишком Разжато То есть Ролик Крепится Получается Вот В такой Вилочке Как бы Объяснить То есть Получается Идут Две Пластинки Из Пластика И Они Получается Скрепляются Под углом 90 градусов Надеюсь Вы поняли И они Просто Были Слишком Вот Так Вот Расширенные Чуть Поуже Сделал И Вроде Все На место Встало А еще Также Разобрался Как Сделать Автор Реверс Так Это Не Так Кассета Вот Вставим Вот Эту ТДК Берем Я Смазал Весь Механизм Так Что Теперь Просто Хопа И Все Работает Можно Кстати Подрегулировать Звук Так И Сделать Басов Побольше Например Вот Типа Бас Можно Добавить Чуть Вот Так Вот Допустим Оставим Не знаю Что Это Но Оставим На Нуле Так Баланс Левый Правый Это Нам Пока Не Нужно Потому Что Только Одна Колонка Так Фад Я Не Знаю Что Это Так Ну И Все Вот Смотрите В принципе Перемотка Работает Перемотка В обратную Сторону Тоже Работает И Вот Кстати Как Делается Автор Реверс Вот Смотрите Есть Получается В одну Сторону Нажимаем Мьют Нажимаем Просто Любую Кнопку Перемотки Так Стоять Что 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 Не Сработало Еще Раз Так Что Не Очень Понял Вроде бы Только Что Работало Так Вот Смотрите Еще Раз Нажимаем На Кнопку Получается Мьют Нажимаем На Перемотку И Типа Вроде бы Как У меня Переключалось Но Только Что Сейчас Не Хочет В общем Короче Надо Еще Понять Как Это Работает Потому Что Теперь Как Б Автор Реверс По И Работает Он У Меня Зраза До Видео Переключался Вот Сейчас Почему Не Хочет Когда Не Понимаю Почему Так Это Работает Типа Что Не Так Кстати Зацените Как Болк Питание Нагружается Вам Возможно Не Видно Но Стадиот Мерцает А Если На Максимум Включить То Он Просто Не Вывезет А Вот Видите Он Включается Не Вывозит Просто Видимо Он Ожрет Получается В Пике На Одним Только Динамик Больше Одного Ампера Потому Что Он На Один Ампер Максимум Рассчитан Хотя Возможно Он Конечно Не Ввозит Один Ампер Не Знаю Я Реально Не Понимаю Как Переключить Здесь Афт Реверс Типа Что С ним Не Так Точнее Вообще Как Типа Это Делается Потому Что Афт Реверс Здесь Есть И Кстати По Иде Если Взять Получается Кассету У которой До конца Уже Домотана Пленка Практически Вот Например Эту Сейчас Надо будет Взять Ее Получается Вставить Вставляем Так В какую Сторону Вот Сейчас По идее Домотаем До конца Если Не ошибаюсь Так Стоп А Слушайте Я же Не в ту сторону Мотаю Похоже Вот Надо В эту Мотать Подождем Пока Оно Все Домотается Перемотка Неспешна Но Вроде Достаточно Хорошо Работает Думаю Даже Пасек Менять Не буду Потому Что Он Хотя И так Немножечко Эластичный Но Он В принципе Не растянулся То есть Свои Свойства Нормальные Вроде О Вот Смотрите Смотрите Вот Нажимаем Перем А Нет Стоит Стоит Так Как бы вам показать Вытащим Кассету Перевернем На другую Сторону Вставляем Вот так Вот Вот Зараза Так Еще раз Делаем Вот так Вот Получается Вставляем Вот Сейчас Он Домотает Смотрите Ждем Еще Немного Подождем Еще Подождем Ну Ладно Сейчас Уже Должен По идее Домотаться Слушны Мне Какие-то Звуки Которые Мне Не Очень Приятные Вроде Бо Он Не Живет Ничего Явно О Вот Не знаю Видели Ли Блин Хорошо Давайте Еще Раз Получается Вытащим Эту Кассету Перевернем На другую Сторону Потому Что Автреверс Переключился Не Понял Вот Смотрите Теперь Переключен В другую Сторону Надо Подождать Пока Он Домотается По идее До Конца Вот Видите Он Перещелкивается И Здесь Кстати Головка Настоящая Автреверс То Не То Что У Некоторых Дешевых Китайских Автом Магнитол Ну И Вообще Магнитол Были Просто Головки Получается Которые В себе Содержали Две Головки А здесь Нормальная Головка С реверсом Здесь Конечно Этого Не Видно Но Если Посмотреть Поближе То Это Видно У Нее Есть Там Площадка На Которая Она Преворачивается Так Что Интересно Я Еще Правда Пока До Конца Не Уверен То Что Механизм Этот Будет Нормально Надежно Работать Мне Нужно Будет Еще Смотреть Возможно Вставить А так Как Вы Видите Все Вроде Бы Встает И Извлекается Нормально Что Меня Радует И Все Как Реверс Переключать По Идея Он Должен Сам Переключаться В конце Кассеты Но Я думаю Здесь Должна Быть Ручное Переключение Реверса Так Вот Зараза Конечно Нет Не Преключается Сам Не знаю Как Типа Объяснить Но В общем Как-то Так Давайте Наверное Еще Радио Покажу Пока Что Извлекаем Кассету Потому Что С Извлеченной С Кассетой Получается Кассетоприем Никел Радио Не Будет Играть Ну И Давайте Посмотрим Что У нас Тут Я Еще До Конца Не Разобрался Как Здесь Включить Автопоиск Но Так Можно И Вручную Искать Вот Это Вот По-моему Вверх По диапазону Идет Вот Это Вниз Так 108 Так Будем Искать Станцию Ко-нибудь Антенна Кстати Сейчас Подключена Вроде Как В ней Даже Грид Усилитель Но Правда Вопрос Что Эта Антенна Усиливает Если Сигнал Все равно Хреновый Возможно Проблема В том Что Просто Где-то Конденсаторы Например Радио Приемники Подохли Я думаю Потом Поменяю Все Это Дело Возможно Просто Антенну Надо Снять Возможно Зря Я ее Поместил Наверх Положим Ее Сюда Может Так Получше Будет Это Кстати Кнопки Фиксированных Диапазонов По идее Тут есть Автопоиск Если я не ошибаюсь Только Что-то Он Либо Это не Автопоиск Либо Не Не Работает Потому Что У Меня Лично Он То Ли Работал То Ли Нет Сейчас Подождем Посмотрим Что Будет Так Это Я просто Кнопку Нажал Случайно Стоп Интересно Погодите Еще раз Получаем Автопоиск Нажимаю 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 Эту Кнопку Он Думает То Что Я Выбрал Первую Вторую А Это Просто Кнопка Переключения Вот Этих Ага Понятно Реально Хотелось бы Все-таки Разобраться Как Здесь Устроена Нормальная Получается Функция Автопоиска Потому Что То ли Ее Здесь Нет То ли Она Как-то Криво Работает Ну В общем Короче В автопоиске Станцию Нормально Не находит Ну Вот Что-то Есть Короче В принципе Самое Для меня Главное Это То Что Кассетник Более Мень Нормально Работает С Радиоприемником Я Уж Думаю Как Нибудь Разберусь Но Думаю Что Дело Возможно Просто Вздош Их Недер Потому Что Сам Приемник Вроде Б Работает У него Правда Что-то С чувствительностью Вроде Потому Что Станции Он Нормально Принять Без Помех Не Может Я Почитал В статье Какой-то Старый За 2000 Что Льгот На Сайте Авторадио По-моему Он так Как-то Назывался То есть Обзор На Вот Это Магнитолу На Магнитолу Еще Похожих Серий Тюнер В радиоприемнике Хотя И Там Помехи Все равно Где-то Немножечко Есть Но Тем не менее Он Хороший Я думаю Это нельзя Назвать Хорошим Тюнером Потому Что С ней Явно Что-то Не Так Возможно Правда Я что-то Действительно Не понимаю И В машине Прием Будет Лучше Но Думаю Здесь Возможно Что-то Действительно С радиоприемником Надо Будет Посмотреть У меня Главное То Что Кассетник Теперь Более Менее Нормально Работает Меня Это Очень Радует В общем На этой Ноте Думаю Видео Можно Про Магнитолу Заканчивать По крайней Мере Конкретно Это Видео Надеюсь Вы Ещё Увидите Обязательно Так Что Вы Были На Канале Электровайт С его Несменный Ведущим Ивана Кабанкова Если Вам Подписаться На канал Так же Можете Если Будет Интересно И Обещаю Я Буду Стараться Радовать Вас Интересным Контентом По этой Магнитоле Да И вообще По самым Разным Темам Касаемо Электроники Вот Как Такой Вот Более Менее Современной Так И Более Древней Да Регонда Да Ну В общем Как я Уже Сказал Если Понравилось То Можете Меня Поддержать Всем Удачи И Всем Пока Надеюсь Что Скоро Увидимся Мне Тяжело Это Говорить Но В итоге Она Умерла К сожалению Моему Не знаю В чем Была Причина Этого Я Здесь Поменял Конденсаторы Практически Все Электролитические Но Проблема Была Не в том Что Я их Менял Точнее Не из-за Того Что Я их Менял Она Сломалась Так Что-то Не открывается Сейчас Одной рукой Неудобно Просто Вот Конденсаторы Поменены Но Тем не менее В какой-то Момент Она Работала После Замены Конденсаторов То есть Все Было В порядке Ну На ней Так-то Радио И сейчас Работает Случилось С Кассетником То Что После Того Как Закончилась Сторона Кассеты Сработала Оф-треверс И Он Каким-то Образом Заклинился Сам То есть Включился Какое-то Странное Положение Теперь Его Обратно Не переключить Потому что Он не хочет Переключаться У него Уже Что-то У магнитола Видимо Сдохла Какая-то Система управления Двигателем Потому что В нормальных Словиях Двигатель Не работает Если Могнуть Вот эту Плату Радиоприемника По идее К Железке И Как-то Закратить То вроде Двигатель Начинает Вращаться Вроде бы Идет звук Но Это уже Не дело Я честно Говорю То что Вот такое Вот я Восстановить Не смогу Потому что Моих знаний Скорее всего Тупо Для этого Не хватит И Эта магнитола На помойку Не пойдет Вы не подумайте Я найду Ее обязательно Применение Но Она будет Просто Как Радиоприемник Кассетник Я из нее Уберу Потому что Зачем Мне его сюда Ставить Если он Все равно Не работает Ну и Делаю Небольшой Спойлер Будет На канале Новая Магнитола Обязательно Обязательно Будет